Недавно подмосковным пенсионерам предоставили право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте и общественном транспорте города Москвы. В связи с этим в Ленинское управление социальной защиты населения поступают вопросы, на которые нам любезно согласилась ответить Светлана Запкова, заведующая отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области. Здравствуйте, Светлана Юрьевна. Добрый день. Как я понимаю, не все оказались довольны этим нововведением? К сожалению, да. Скажем так, для большинства пенсионеров это радостная новость, которая никак не отразилась на их кармане и кошельке. Только, скажем, в положительную сторону они получили право бесплатного проезда. Но есть категория жителей района, да и всей Московской области, и как раз они самые малоимущие, малоимущие пенсионеры, кому это ударило по кошельку. О чем идет речь? То, что я сейчас скажу, касается только тех пенсионеров, кто получает региональную социальную доплату к пенсии. Она выплачивается неработающим пенсионерам, чья сумма общего материального обеспечения не превышает 9527 рублей. То есть, в любом случае, пенсионер, у кого общая сумма денежных выплат, либо доход превышает данную сумму, моей информации сейчас неинтересна, и она их никак не касается. Что же произошло? Немножечко вернемся к истории. Существует такая выплата во всех, в принципе, субъектах Российской Федерации, как называется, доплата к пенсии. Любой неработающий пенсионер должен получить определенную сумму. Значит, в Московской области такой потолок составляет 9527 рублей. Любой неработающий пенсионер, кто получает меньше этой суммы, имеет право обратиться к нам за доплатой. Каким образом мы подсчитываем доход пенсионера? Доход пенсионера включается в все денежные выплаты, а также денежный эквивалент бесплатных льгот. И вот здесь, скажем, наша засада и скрылась. То есть, денежный эквивалент такой бесплатной меры, как проезд, раньше составлял для этих пенсионеров 340 рублей. Вот пенсионер с маленьким доходом оформлял социальную карту, он ездил только по Московской области, и денежный эквивалент этой социальной карты ежемесячно вменялся ему в доход в размере 340 рублей. Добавляется у нас железная дорога, ее денежный эквивалент составляет 257 рублей. Добавляется проезд по городу Москве. Денежный эквивалент данной меры еще 257 рублей. То есть, в результате неработающий пенсионер у нас доход получал в виде проезда в июле месяце 340 рублей, а в октябре 850. Соответственно, на эту сумму он меньше получил доплату к пенсии. Люди пошли в банк, сняли деньги и увидели, что они на 200, а потом и на 400 рублей ежемесячно стали получать меньше. Естественно, что поступило ряд вопросов, и не только в наше управление, в министерство и по всей области. Принято такое решение. Пенсионер сам имеет право выбирать, нужно ли ему какой-либо проезд или нет. Если вот сейчас у любого пенсионера практически на карте есть три вида проезда. Область, Москва и ЖД. Соответственно, и платит он за все три вида проезда. Соответственно, за все эти три вида проездов ему начисляется денежный эквивалент дохода. И сейчас любой пенсионер имеет право прийти к нам в соцзащиту и написать заявление. Из тех, конечно, оговоримся снова, речь касается только тех, кто получает доплату к пенсии. Не нужно бежать к нам всем жителям района. Если человек получает доплату к пенсии, и ему какой-то из этих трех видов проезда не нужен, он имеет право прийти, написать заявление. Данные проезда ему будут заблокированы, а доплата на эту сумму увеличится. Поэтому милости просим в наше Ленинское управление соцзащиты. Кабинет номер 3 с 8 утра до 8 вечера, без обеда, без выходных. Ну, собственно, по-моему, предельно все ясно. Спасибо большое, что так подробно все рассказали. А я напомню, что мы беседовали с заведующей отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защитой населения Министерства социального развития Московской области Светланой Запковой.